Екатерина Сергеевна, вот эти банди поступали с гипергликемией все, это были экстренные банди? Да, это были экстренные банди. Уровень гипергликемии какой примерно? Александр Николаевич, уровень гликемии был где-то от 16 ммоль на литр и больше. Вот Вы сказали, что целевые уровни гипергликемии достигались раньше при инфузомате. Да, да. Это хорошо или плохо? Вот эти, есть экстренные стрессовые больные, то есть Вы быстро снижали сахар, это как? Хорошо или плохо? Александр Николаевич, в принципе, вот низкого целевого уровня гликемии, которое бы могло повредить, мы не достигали, да, потому что мы не достигали нормы гликемии, а целевых уровней. Все понятно. Это метод оптическо-гелетной пенографии, который в качестве зондирующего излучения использует низкоинтенсивный свет ближнего инфокрасного диапазона с мощностью до 1,5 миль вольт, соответственно, не повреждающей ткани. Это высокоразрешающий метод, продольное разрешение 20 мкм, поперечное 25 мкм. Соответственно, этот метод приближается к информативности к традиционной экстезионной биопсии и может быть использован в качестве альтернативы при нежелательности или невозможности использования метода традиционной экстезионной биопсии. Соответственно, целью нашей работы явилось определение возможности и места оптическо-гелетной пенографии при жизненной диагностике, дифференциальной диагностике, меланомы и других злокачественных самообразований кожи, которые сопровождаются изменением пигментации. При наличии клинических показаний проводилось морфологическое исследование после операционного материала. Было обследовано 130 пациентов в возрасте от 9 до 74 лет с различными пигментами на образовании кожи, и доброкачественной, и злокачественной. Как по этим данным? Что можно сказать? Плохо иметь татуировку или хорошо? Трофические изменения. Трофические изменения. А, трофические изменения. То есть, все-таки не очень хорошо. То есть, сейчас очень много желающих сделать татуировку. У меня нет татуировки, я не лично, не берег. В драматологической практике заболевания ногтевого аппарата очень широко распространены, и почти по статистике каждый третий-четвертый пациент, обращающийся на драматолога, умеет те или иные заболевания ногтевого аппарата. В результате нашим исследованием было проведено гистотомографическое сопоставление для того, чтобы доказать, что метод оптической гиелетной томографии может заменять гистологические препараты. Вы видите, что на верхней картинке показан гистологический препарат полного ногтевого аппарата, и внизу полностью соответствующий ему оптической гиелетной томографии. Скажите, чья это была идея, и что Вы сами сделали в этой работе? У меня лично было проведено 67 телерентгенограмм боковой проекции, где была разработана методика, как анализировать расположение франкфуртской, камерской и именно HIP-плоскости, потому что на телерентгенограмме боковой проекции впервые был проведен анализ расположения HIP-плоскости. И нам было придумано, как маркировать HIP-плоскость для того, чтобы выделять эти точки на телерентгенограмме боковой проекции. Также впервые был проведен анализ компьютерной томокранумы височно-нижнечелюстной сустава в плане расположения плоскости наружных слуховых проходов, плоскости шарнирной, то есть суставной височно-нижнечелюстного сустава и орбитальной плоскости. Что значит, Кликс? Вот у вас разработка не будет индивидуально конструирована. Вот это индивидуально конструирование вы сами делали, конструировали? Да, да. На основании HIP-плоскости была разработана методика. В качестве клинического исследования у нас проводился анализ пациентов с заболеваниями парадонта средней и тяжелой висительной тяжести. В первой группе проводилось лечение с использованием хирургических методик КВЧ-терапии и фонорезонансной терапии. В третьей группе фонорезонансной терапии и в третьей группе традиционное лечение без использования физиотерапии. Таким образом, низкий гемблобин в начале беременности способствует развитию акистительного стресса. Но если он снижается во время беременности, то это не влечет с собой ярко выраженных смещений против антиоксидантного баланса. А применение же антиоксидантной компрессии приводит к стимуляции антиоксидантного ресурса. В результате мы наблюдаем снижение антиокислительного дификации белков у группы женщин с изначально низким гемоглобином. Продолжение следует...